И журналисты все время задавали мне вопрос, вот вы по окончании этих четырех дней какой результат ждете? И я понимала, что это вопрос сложный, потому что сказать, что мы ждем результат, что люди познакомились между собой, обменялись опытом, ну, скажут, так себе может быть результат. Но во всяком случае, я предлагаю поговорить о теме стажировки, о таком формате, как о стажировке, и у нас тоже есть несколько выступлений людей, которые стажировки организовывали и готовы поделиться своим опытом. И я с огромным удовольствием предоставляю слово Анастасии Ложкиной, которая представит нам сразу два формата стажировок и расскажет, в чем особенности подхода. Да, Настя, пожалуйста. Всем добрый день. На самом деле, я очень люблю этот формат. Я очень рада, что многие, кто здесь присутствуют, они были в рамках этого формата, может быть, даже кто-то немножко вспомнит, как это было. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана и спрошу, так, Марина, видно? Отлично. Так, поехали. Давайте мы на самом деле сегодня начнем с такого нетрадиционного формата обучения, который мы запустили в 2021 году. Это ретрит. Ну что, поехали на ретрит все вместе. С чего все началось? А началось у нас с того, что мы с вами, коллеги, очень часто были на различных стажировках. Вот две такие стажировки в 2018 году в Сингапуре и в 2019 году по фонду Потанина в Брюсселе, они немножко дали такое понимание того, что у нас очень стажировки всегда насыщенные и очень много информации, и нам не всегда хватает времени, чтобы поговорить. Так вот, в Сингапуре мы спали всего лишь по 2-3 часа, потому что мы целый день куда-то ездили, ходили, а все остальное время мы обменивались, так сказать, впечатлениями и опытом. Когда мы съездили в Брюссель, я просто увидела о том, что на самом деле, какие бывают разные форматы коммуникации, и понимала о том, как это важно для представителей некоммерческого сектора расширять свои границы, быть в не очень неформальной обстановке, в разных ситуациях. Но самое главное, чтобы это было красиво, вкусно, наполнено культурной программой, в том числе был правильный, хороший дринг. Как говорится, потому что дринг, он бывает разный, он бывает как от компотика, так бывает и до крепенького, но это важный канал коммуникации. Случился 2020 год, мы оказались в пандемии, дом, онлайн, какие стажировки, как? То есть вот этого формата, обмена, почувствовать, окунуться в какую-то другую атмосферу, ее не было. Но был гарант, который, благодаря, наверное, это единственная была стажировка и поездка в 2020 году. И я там прочувствовала, насколько этот формат важен и нужен, что без него, то есть можно учиться онлайн, можно ходить на вебинары, на семинары, на какие-то тренинги, но понятие стажировка, когда ты на 4-5-7 дней вырываешься из своей рутины, погружаешься в атмосферу с единомышленниками, изучаешь новые места, просыпаешься около прекрасного моря с хорошим, встречаешь закат, рассвет. Это вдохновение. Почему? Потому что без горячих глаз, без горячего сердца денег мы привлекать не сможем. То есть нам нужен вот этот ресурс. И что же произошло? И в клубе фанрайзеров мы поняли о том, что раз нас посадили всех по домам, у нас ограничены возможности по поездкам, давайте сделаем эти поездки. Но сделаем эти поездки не в рамках стажировок, а сделаем ретрит. Ретрит – возможность не только учиться, но и возможность отдыхать. Потому что, наверное, вы все согласитесь со мной, что отдыхать – это тоже искусство. И этому тоже нужно учиться. И фанрайзинг – тема достаточно, с одной стороны, вроде бы много об этом известно, вроде бы много чему-то учились. Но так как вот это 12 лет практики, плюс различные стажировки, быть постоянно в кругу единомышленников фанрайзеров, очень хотелось, чтобы самые сложные моменты, связанные с фанрайзингом, это оценка фанрайзинга, управление фанрайзингом, риски фанрайзинга, где найти этих феи фанрайзинга, как работать с крупными донорами, где они вообще эти крупные доноры. То есть фанрайзингу нужно учиться в необыкновенных местах. Очень важно о том, что все настолько все оказались в четырех стенах, поэтому важно было, почему ретрит? Чтобы все обучение было вне стен. Это наше было правило. Много общения и много отдыха. И самый важный момент о том, что мы все привыкли, что мы едем, у нас есть четкая программа. А мы подумали о том, что первый день он будет по программе, а дальше мы будем смотреть по группе, по динамике группы. Те, кто был на ретритах, все знают о том, что главное правило в первый день любого ретрита – это вскрыть каждого члена. А к концу, если бы оценивать, что же там является результатом ретрита, это зашить, чтобы человек выехал здоровым, нормальным, с пониманием инструментария, что ему делать. Что же этот фанрайзинговый ретрит? Как? Давайте лучше всего посмотрим. Обучение оценки эффективности фанрайзинга – очень сложный курс. На него уходит в онлайне 6 месяцев. А здесь, на берегу Средиземного моря, 10 часов утра, под прекрасно холодное розе, с прекрасными собаками, дружелюбными, мы как раз обсуждали, какие существуют методы оценки эффективности фанрайзинга. Как поставить KPI фанрайзеру? Как оценивать метрики эффективности фанрайзинга? Обсуждали, шли к морю, делились впечатлениями. И здесь не было такое ощущение о том, что у тебя мозг просто кипит. Это ощущение не от того, принимаю я, либо мне нужно с этим переспать. Но важность того, что не было этих четырех стен, и была приятная, хорошая обстановка. Первым важным задачей было первого ретрита именно сделать обучение на берегу моря, на пляже. С костром, вечером, в нестандартных ситуациях, потому что еще была частично пандемия, и поэтому было очень многое закрыто. То есть на практике как раз навыки фанрайзера, они отрабатывались. Следующий ретрит случился в Стамбуле. Мы выбрали локацию, чтобы это была веранда было видно море, Босфор, прекрасные закаты. Если чуть-чуть менялась погода, мы уходили, но мы были на веранде, но мы были рядом с этой верандой, и не было ощущения, что мы в закрытом пространстве. Было очень важно создать неформальную домашнюю атмосферу, чтобы понимание того, с чем пойти к донору, как за 10 минут донора влюбить в себя, как построить диалог. Когда мы в различных игровых ситуациях, я много-то в таких игровых ситуациях, это обычно сжатость, это какой-то все так, ну, я не знаю, как я буду сейчас выглядеть перед своими другими коллегами. Здесь немножко это спадало. Это был важный момент, да, ну и, конечно же, все ретриты, они сопровождались в том числе и погружением в культуру, в том числе и погружение культуры еды, потому что это важный момент, потому что фандрайзер – это человек, не просто сидящий в организации. Это, как я называю, полиглот, который, полиглот, хамелеон, который должен прекрасно разбираться и в еде, в различных напитках, заниматься спортом, уметь бегать, уметь играть в бильярд, разбираться в машинах, в космосе. Но это реально космические люди, которым нужно очень много всего знать. А как лучше всего это запомнить, когда погрузиться в эту атмосферу? Что очень важной изюминкой стало всех ретритов и почему я рекомендую их как формат проведения? О том, что вот эти четыре стены, они не сковывают, они не настраивают на том, что сейчас нас будет чем-то грузить, мы сидим тут с листочками, с ручками. То есть такое слово обдумывание информации, которая приходит, она немножко укладывается по-другому. И вот эта неформальная обстановка, когда люди могут сказать то. То есть в нашем секторе очень люди и люди от всех хвалятся. Мало кто говорит про ошибки. Так вот в Стамбуле, когда одна очень успешная организация, которая всегда говорит только хорошо, она здесь начала рассказывать про свои ошибки. И вот это был результат, когда та организация, на которую все молятся, которой все поклоняются, она делится своими ошибками. Вот это важный результат ретрита. Когда люди расслабляются, они понимают, что они в атмосфере единомышленников, они говорят про ошибки, про те, но даже говорят иногда на конференции про ошибки, но все равно не скажут так, как они обычно говорят все в калуарах. Важный момент ретрит о том, что это 4 часа занятий, потом должна быть культурная программа, то есть переключение людей. 2 часа занятий, можно какую-то делать практическую составляющую. Дальше это обязательно погружение в культуру еды. Сытый фандрайзер, довольный фандрайзер, как я считаю, ну и в принципе, так как по своей практике я очень много хожу на различные ужины, фуршеты, искусство есть, оно тоже существует. И здесь мы тоже можем погружаться в этот момент. Ну и обязательно завершением дня является, конечно, вот эта рефлексия, рефлексия на весь день. Ну, например, как у костра. Важным моментом является, каждый выбирает свой темп. Если у человека, ему тяжело, если человек понимает, что он не может поехать на культурную программу, если у него, он словно ложится в своем ритме спать, все приветствуется. Бывает так, что один человек подошел мне и сказал, Анастасия, очень всего много, я просто уже, можно я просто поговорю с вами? Это принимается, потому что важно здесь это состояние человека. Программа содержательная, она меняется в процессе, когда мы понимаем, что, например, либо это очень сложно, либо нужно более раскрыть какие-то элементы. То есть настолько очень нужно понимать и чувствовать группу, но это работает. И группа выезжает с определенным для себя каждым результатом и с определенными чувствами. А чувства, самое важное в том, что это чувство доверия, сообщество, сообщество. И есть у нас у каждого ретрита, свои чаты, есть и люди, которые ездили на три ретрита, ездили, которые ездили на два. И я как говорю о том, что каждый ретрит, каждая стажировка клуба фанрайзеров это определенный Диснейленд. А Диснейленд это что? Когда ты один раз туда сходишь, тебе хочется возвращаться. Потому что ты не понимаешь, что до конца будет на ретриты, какие чувства, какие эмоции. Потому что каждый день это как определенный аттракцион. Что очень важно, что дать людям максимальное время для общения и обмена опытом. Потому что все равно сон тоже важен. То есть без сна никуда. Поэтому на ретрите важно, мы для себя увидели, насколько вот это сочетание баланса, обучение и культурной программы. Вместе дать возможность с людям пообщаться, посидеть, вместе сходить куда-то в сауну. Такое тоже было. Когда мы провели два ретрита, мы учли, конечно же, опыт этих двух мероприятий. И уже последний свой ретрит, новороссийский, мы сделали немножко по-другому. У нас обучение строилось не более четырех часов в день. Люди больше не готовы потреблять. Потому что информация, мы ездили в апреле, она была настолько актуальна. Это как описать риски, риски в грантовой деятельности. Где сейчас искать крупных доноров? Как с ними общаться? То есть информация была очень сложно насыщенная, поэтому ее не должно быть было много. Каждый день мы меняли локации. И это было сюрпризом для каждого участника. Мы просто подготовили памятку, какая должна быть одежда, какие должны с собой быть, какие взять туфли, что должно быть у каждого участника. Потому что вечером мы говорили, мы с вами встречаемся в таком-то месте, у нас будет с вами в том числе очень красиво, поэтому желательно надевайте платье и каблуки можете тоже взять, если вам комфортно. Ну, и мы поняли о том, что очень важно взять центральную тему культурной программы. А-бам! Наша центральная тема обучения была, как привлекать, привлечь средства состоятельных людей. Что такое состоятельные люди сейчас? В том числе это люди, которые увлекаются винодельням, которые люди, которые правильно умеют пить вина. И если ты сейчас не очень разбираешься в культуре вина и питья, как правильно держать бокал, в каком бокале наливается вино, какие сорта винограда растут на территории России, какие сейчас модно пить вина. То есть, понимаете, задача фондрайзера – уметь поддержать различный диалог, уметь разбираться. Поэтому наша центральная тема культурной программы стала посещение частных виноделин. Но важно в том, что у нас было обучение, культурная программа и возможность людям в неформальной обстановке время поговорить, поделиться опытом, создать возможности для сотрудничества. Но и другим важным элементом, который мы ввели, это... Только у меня зависло? У меня тоже. Настя, мы тебя потеряли. Настя? У всех зависло. Ну, потому что культура питья требует зависания. Это просто не... Да. Это же... Ну, разве можно про это быстро? Вот. Поэтому мне кажется, что это просто вот должно было зависнуть. Вообще, я думаю, что все сделали вывод, что в наших образовательных программах не хватает главного компонента. И прям энергетикой вырубили Анастасию, потому что вдруг она скажет еще что-то. И все. И мы тогда поймем, что наши программы вообще просто не только одного, а целой кучи компонентов в них нет. Так, Настя вернулась. Настя, мы тут прям поняли, что на культуре питья нельзя было не зависнуть. Поэтому вот все поняли, что надо срочно добавлять себе в программы этот важный компонент. Да, продолжай, пожалуйста. Да, сейчас я... Что время у меня заканчивается, чтобы других коллег никак не обижать, я постараюсь более оперативно. Ну что, мы проводили наши мастер-классы, свои вебинары, то есть где этих людей искать, в том числе на винодельнях. То есть мы проводили все наши такие обучающие вещи прямо на винодельнях. То есть мы ели, нам приносили просека, нам приносили... Нас учили есть улиты, которые сейчас есть. Да, после этого, как мы обучались, мы уже непосредственно шли изучать, какие существуют винодельни, чем они отличаются, да, и кто какие вина, в том числе наших состоятельных, людей они предпочитают. То есть, конечно же, каждый день мы учились, в том числе, правильно пить. Ну я так понимаю, Настя, к последним дням материал усваивался, просто, ну, можно было даже не учить, просто только в их ты выходила, смотрела на людей, и они говорили, все поняли, наливай. Ну, просто так можно так сказать, да. Что было еще интересно, о том, что мне, как впервые, как тренеру, вообще я проводила тренинг, обучение, в том числе, в частной галерее. То есть это тоже, на самом деле, наверное, это отдельное искусство, в разных интересных локациях читать определенные тренинги. Ну, вот таким образом, участники, они, ну, просто вообще поменяли свое отношение к тому, что учеба, это не всегда огромное количество информации, и мы на практике, прямо же здесь, да, пытались отрабатывать многие моменты, потому что одна из винодельней была, это закрытая винодельня бывшего губернатора Краснодарского края, министра сельского хозяйства Российской Федерации. То есть это замком Версалии с виноградниками, ну, то есть там вообще огромное количество как раз наших с вами потенциальных партнеров. И, а где же стажировка, да, то есть это было про ретрит. Ну, конечно, важно было в том числе обмениваться знаниями, поэтому в прошлом году мы съездили на стажировку, как строилась в этот раз стажировка. Стажировка строилась от группы, то есть если у нас были представители хосписа, нам необходимо было съездить в хоспис. Если у нас были представители организации, которые занимаются сервисом, нам нужно было посетить эту организацию. Поэтому все полностью программа, она исходила от тем, вот что было важно, не только обменяться опытом, но чтобы каждый, как результат, да, наверное, Марина, опять возвращаться к журналистам, чтобы каждый понял, в какой системе координат он находится. То есть когда человек, Эльзара из Крыма, поговорила с профессионалами из Сербии, с прохосписом, она поняла о том, что палеотивная служба в России достаточно очень на высоком уровне. Она чувствовала себя там равной равному. Это было здорово, когда человек почувствовал равный равным. мы в том числе посетили организацию, которая занимается сербами, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Сербия за серб, для сербов. Это вообще отдельно можно сделать себинар. Может быть, Марина, когда я расскажу, как они просто поделили, как поделились опытом, как они за 4 года увеличили свой доход в 3-4 раза. То есть они поразили нашу всю группу. Но самое главное еще вводительно, что в Сербии оказалось огромное количество мужчин работают в некоммерческих организациях. То есть ты заходишь и видишь вот таких сразу товарищей, которым хочется доверять. Посетили мы и приют. Вот такие некоторые. Ну и, конечно же, как без культурной программы, без погружения в еду, потому что Сербия, это же еще очень вкусно. Это очень вкусно. Что мы сделали в том числе в важности стажировки в Сербии? О том, что, ну, как я уже сказала, от группы постоянно общение, обсуждение вне стен. Это было важным моментом. То есть мы сидели в различных кафе, мы сидели в барах. Ну, и был момент, что это история и культура. Как из моего опыта обучения специалистов очень важно, чтобы у вас был баланс обучения, неформального общения и обмена опытом, чтобы у вас была возможность, коллеги обменивались тем, с чем они, дайте возможность людям поспать. Ну, не хватает времени поспать, потому что постоянно ты учишься по 10 часов, а хочется и поговорить, обменяться. И важный момент, что одним из результатов, которые мы ставим себе по результатам ретритов и стажировок, это достоинство себе. Мы занимаемся достойным делом, мы имеем право, мы достойные люди, мы не попрошайки, мы работаем не в секторе очипенцев, мы достойные люди. Это важно понимать. Когда мы про достоинство, с нами хотят сотрудничать и к нам хотят дать денег. Поэтому, если вам, коллеги, не хватило информации, давайте пить кофе, пишите мне. Я очень буду рада поделиться теми открытиями, которые мы сделали за прошлый год, но и в этом году. Все, Марин, я больше не задерживаю. Спасибо.